Добрый день! Вести Кабардино-Балкария в эфире в студии Алина Тилова. В Кубат-Абе завершаются восстановительные работы в единственном на все село дошкольном учреждении. Напомню, детский сад был в числе социальных объектов, пострадавших от урагана в сентябре этого года. Здесь уже отремонтировали кровлю и возобновили занятия. Основная часть работ уже позади, говорят сотрудники детского сада. В этом году здание, по сути, пришлось ремонтировать дважды. Стихия ударила по объекту сразу после того, как его подготовили к новому учебному году. Больше всего от шквалистого ветра пострадала кровля. Слованные балки и смятые металлические пластины восстановлению не подлежали. Всю крышу, а это более полутора тысяч квадратных метров, настила пришлось перекрывать заново. Наверху все было пролито водой. Косметический ремонт сделали, уже начали работу. Ни одного дня не пропустили. Мы занимаемся, школа занимается. Еще предстоит залатать трещины и закрасить потеки в другом крыле. Стены не успели просохнуть еще со дня стихии. Но уже в ближайшее время здесь приступят к ремонту. А вокруг учреждения по всему периметру установили новое ограждение. В течение недели во дворе появится и детская игровая площадка, заверяют строители. В республике продолжаются осеннеполевые работы. Благодаря погожим осенним дням земледельцы выполнили большой объем работ. На полях республики сейчас полным ходом идет уборка кукурузы на зерно. По данным Минсельхоза, с 50% площадей получено более 350 тысяч тонн зерна. Также близится к завершению сбор подсолнечника, урожай которого составил 34 тысячи и картофеля – 212 тысяч тонн. В целом, очистка земель по КБР опережает прошлогодние темпы и соответствует агротехническим срокам, сообщает Минсельхоз республики. К другим темам. 1 октября все вузы страны разместили на своих сайтах информацию о том, как они будут учитывать индивидуальные достижения абитуриентов или портфолио в этом году. Информация размещена и на сайтах ведущих учебных заведений нашей республики. Тему продолжит Альберт Корцаев. Как именно оценивать портфолио абитуриента, каждый вуз определяет сам. Минобор установил лишь максимальную планку – дополнительные 20 баллов. Часть из них – за сочинение, часть – за достижения в спорте, золотой или серебряный значок ГТО или волонтерскую деятельность. У нас имеется шкала, в соответствии с которой поступающий за какое-либо указанное достижение получает соответствующие баллы. Но в сумме за все указанные достижения он не может получить более 10 баллов. Правда, критерии отбора у вузов совсем непростые. Оцениваются первые места в Олимпийских играх, на европейских и мировых спортивных соревнованиях. Однако победы на всероссийских турнирах при поступлении не учтут. Хотя во многих видах спорта отбор на Россию гораздо жестче, чем на чемпионаты международного уровня, говорит Тембулат Загов. Несмотря на все свои достижения в самом интеллектуальном виде спорта – шахматах, поступать в вуз он будет без бонусных баллов. Если абитуриент имеет какой-то разряд серьезный, начиная от кандидата в мастера спорта, то ему должны даваться какие-то дополнительные привилегии. Она не может претендовать на максимальные 20 дополнительных баллов. Спортивных разрядов у нее нет, но портфолио, тем не менее, богатое. Свои бонусы она рассчитывает получить за счет отлично написанного сочинения. Я победитель регионального этапа по английскому языку Олимпиады, призер по литературе, по русскому и в муниципальных еще по обществу знаний и историй. Я рада, что хотя бы вообще 10 баллов, потому что я знаю, что до этого это как-то совсем не учитывалось. Нововведение должно стать дополнительным стимулом за достижения в спорте или общественной работе, говорят разработчики идеи. Решающего значения при поступлении портфолио играть не будет, но труды школьников без внимания не останутся. Альберт Коцаев от Мирсабанчей, Вести Кабардино-Балкария. Представители основных национальных культурных центров республики накануне собрались в мемориальном доме-музее имени Марко Вовчок. Творческая встреча, по сути, стала репетицией в преддверии первого в истории КБР фестиваля славянской культуры «Купола Кавказа». С импровизированной концертной площадки выступили артисты Госфилармонии, ансамбль «Терские казаки» и самодеятельные коллективы Украинского культурного центра «Днепро». А руководители Кабардинской и Балкарской общественных организаций Адыгахасы и Алан преподнесли в дар музей сборник стихотворений Лермонтова, чей юбилей отмечается в эти дни. По словам Мухаммеда Хафицы, это издание переведено на 200 языков мира, в том числе и титульных национальностей республики. Строки великого поэта в этот день также звучали со сцены. Первая очередная задача искусства – это сближать народы. Искусство всегда служило идеям мира, добра. И сегодня мы собрались не случайно. Сам фестиваль славянской культуры стартует в майском 20 октября. Он продлится два дня. Заключительный концерт состоится 22-го в столице республики. Азамат Жириков – народный участковый Кабардино-Балкарии. Старший лейтенант полиции стал победителем регионального этапа конкурса, проводимого МВД России. Напомню, жители республики определяли лучшего участкового уполномоченного, голосуя на сайте ведомства. За Жирикова было отдано 6,5 тысяч голосов. Теперь он представит республику на федеральном этапе конкурса, который стартует 5 ноября. А в Челегском районе состоялся республиканский турнир по армейскому рукопашному бою среди юниоров. Это уже восьмое по счету первенство. Местом проведения стал спорткомплекс при Доме культуры Кашхатау, хотя раньше соревнования проходили в Бабугенте. Организаторы отмечают, с каждым годом число участников растет и прежний зал уже не вмещает всех желающих. За годы своего существования турнир выявил спортсменов, которые впоследствии добились выдающихся результатов. Воспитание нашей федерации. Это Альберт Тумянов сейчас выступает в профессиональных боях. Есть также у нас Анзор Нагоев, Мастер спорта международного клава и много других бойцов, которые вышли именно с этого турнира, с этой федерации. На этот раз в состязаниях участвовали больше двухсот спортсменов, которые представляли Нальчик, Личинкай и Чигем. Населенные пункты, где этот вид единоборств особенно развит. Возраст бойцов от семи до семнадцати лет. Победители определили в двадцати весовых категориях. Они выступят на международном турнире по армейскому рукопашному бою, который откроется в начале ноября в Саратове. И последнее. В республике проходит заключительный этап блок-тура «Чудеса Кавказа». В течение четырех дней ведущие сетевые журналисты, популярные блогеры и фотографы Рунета посетят живописные места Кабардино-Балкарии. Знакомство блогеров с достопримечательностями Северного Кавказа началось еще 21 июня. Они уже побывали в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае и Чеченской республике. Как отмечают участники проекта, подобные мероприятия повышают интерес к туристическим объектам и природным комплексам Северного Кавказа. Завершающим этапом станет конференция «Влияние благосферы на развитие внутреннего туризма в СКФО», которое состоится 20 октября в Нальчике. На этом служба информации завершает свои работы. До встречи на телеканале «Россия».